Ну а пока законодатели придумывают все новые и новые законы, петербуржец изобрел велосипед. Конструктор Игорь Баронас создал олимпийский велосипед. Он ничем не отличается от обычного. Разве что тем, что у него пять колес, а не два. Уже в ближайшее время железного коня отправят в Сочи, а пока что необычное изобретение, в кавычках, можно увидеть на улицах Петербурга. Опробовал пятиколесный байк и наш корреспондент Артур Максимов. Вот такой велосипед соорудил петербургский изобретатель Игорь Баронас. В скором времени, возможно, этот агрегат окажется пусть не в Рио на ближайшей Олимпиаде, но зато в нашей олимпийской деревне в Сочи. И что символично, если на открытии нашего турнира в 2014 году не раскрылось одно из колес, то в этом случае одно колесо не крутится. Что касается конструкции, она достаточно проста. К стандартной раме обыкновенного велосипеда приварили еще несколько элементов и тем самым создали тот неповторимый, незабываемый логотип Олимпиады. При этом, как заявляет сам конструктор, никакого дискомфорта при езде мы не почувствуем. Ну что ж, проверим. Одна из главных особенностей этого велосипеда состоит в том, что на нем вы точно никого не сможете сбить, потому что велосипед действительно привлекает внимание, но замечают его, опять же, только сбоку. Спереди кажется, что это вполне обычный велосипед. Кстати, он мало скоростной, поэтому в горку или по мосту на нем тоже вполне вероятно можно будет легко проехать. При этом колесо, которое как раз таки не крутится, ни капли мне не мешает. Вот так вот хорошо сконструирован сам велосипед. При этом, как оказалось у Игоря, автора этого велосипеда, целая коллекция в его мастерской. Я думаю, что сейчас пора узнать у самого автора, что же таится у него в гараже. Ну, в мастерской у меня, кроме «Желтого ангела», он у меня складывается, так что можно сказать, самый большой складной велосипед. Есть велосипед, сделанный из спинки старинной кровати, тоже очень популярный такой, выглядит необычно. Тандемы. Один тандем, там, где сидят двое седоков, сидят лицом друг к другу. Один тандем, там, где сидит спереди человек, как на веломобиле, там сиденье со спинкой. А если в количественном отношении сколько примерно? Ну, штук 10-15. Велосипеды я стал конструировать лет с 14, а любовь мне привели родители. То есть мы с семьей катались вчетвером, вместе с братом, с мамой, с папой на велосипедах. Мне еще было года три, наверное, когда я впервые сел на велосипед. И вот с тех пор по выходным у нас мы совершали велосипедные прогулки с семьей. Ну, остается сказать, что у петербуржцев есть, по сути, последний шанс увидеть этот агрегат на улицах нашего города, потому что в скором времени, на следующей неделе, он уже, возможно, окажется в Сочи, где этому символу самое место. Артур Максимов, Андрей Гусев, Life78.